Мастерство этих специалистов проявляется в том, какими от них уходят клиенты. Почему когда-то цирюльников считали врачами? Где в Украине готовят дипломированных парикмахеров? Чего боятся настоящие стилисты? И как самому сделать прическу всего за пять минут? Все это смотрите далее в программе. Я делаю девочек, девушек, женщин красивыми. И люблю это делать. Мне это нравится. Это очень красивая творческая профессия. И приятно видеть восторженные взгляды человека, который видит себя в зеркале. Своё отражение преображённое, красивое, искрящиеся глаза. Это очень приятно. Во все времена люди хотели быть красивыми, ухоженными. И в этом им помогали парикмахеры. Сегодня эта профессия остаётся одной из самых востребованных и популярных. Прическа очень сильно меняет человека. Женщина может из золушки превратиться в принцессу только с помощью прически и макияжа. Это волшебство, я считаю. В давние времена, когда волосам приписывали магическую силу, парикмахеров считали ещё и врачевателями. В случаях болезни звали цирюльникой для срезания, сбривания или обжига локонов. Верили, так можно излечить дух человека. В колдовство не верю, но я верю в женское очарование. Поэтому, если волосы красиво вложить, они производят на мужчин неизгладимое впечатление. Поэтому волосы – это инструмент женщины, как выглядеть привлекательнее, интереснее, показать себя. Ведь то, как мы выглядим внутри, это же не все видят сразу. Сначала смотрят на нас, на волосы, на внешность, на одежду. Стилист-парикмахер утверждает, что ещё несколько столетий назад по одной только прическе можно было многое понять о статусе украинки. Чем богаче женщина, тем красивее волосы у неё выложены. Это было не только у нас на Украине, это и в Европе, и по всему миру. Причём этим хвастались не только женщины, но и мужчины. У нас на Украине все девушки молодые, волосы или заплетали в косы с пробором посередине. Это могли быть две косы на две стороны, либо одна коса сплетена на одну сторону. И характерной особенностью была лента на голове, которая украшала. С течением времени женщина становилась более такой активной, прически стали более удобными. Сейчас коса, я бы сказала, занимает очень такое достойное место. Единственное, что коса сейчас не затянутая, как тогда было в моде, а более такая воздушная, более нежная, как кружево. Ольга – известный стилист-парикмахер. Переобразиться к ней приезжают из разных стран. У неё своя школа, ученики и множество наград. У меня золотая медаль Кубок Киева. По номинации «Свадебная прическа» я бронзовый, серебряный призёр многих соревнований национальных. А началось всё со случайности ещё в школьные годы. Оказалось, тем, кто не любил физкультуру, предоставлялась возможность поучиться настоящему делу. Я начала этим заниматься ещё в школе. Мне было, сколько это, в девятом классе. Пришли в класс к нам и сказали, девочки, кто не хочет ходить на физкультуру, есть у нас кружок парикмахерского искусства. Ну, я очень любила физкультуру, поэтому я пошла на кружок парикмахерского искусства. После школы я очень горела парикмахерским искусством. Я просила маму, родителей, чтобы я поступала по этому профилю. Но на тот момент, это было много лет назад, высшего образования не давали в нашей стране, в нашем городе. Поэтому мне пришлось выбирать ту профессию, которая мне даст высшее образование. Я далеко не отошла. Тоже дизайн швейных изделий занималась. Я технолог-конструктор швейных изделий по высшему образованию. Стала после института искать, где можно обучиться. Я прошла курс парикмахерского искусства в Киеве. Стандартная работа парикмахером широкого профиля Ольгу не совсем устраивала. Просто стричь и красить было скучно. И мастер искала способ реализовать свой творческий потенциал. Можно сказать, что это очень красиво вам идет. Пару раз так можно сделать, но это постоянно не получится так. Экспериментировать с людьми, они живые. И они хотят выглядеть красиво и, как правило, однообразно. А прическа, она позволяет мне проявить свою фантазию, свое творчество. Научиться создавать из волос произведения искусства – процесс не из легких. Особенно, когда и учиться-то не у кого. Первое время Ольга вообще стеснялась признаться, что она научилась такому мастерству. Говорила, что я училась парикмахерскому искусству. Но я не говорила, что меня не учили прически делать. Все на своем опыте я пробовала. Я каждому клиенту пыталась сделать что-то новое. Я находила в интернете картинку прически, которая мне была непонятна, как сделана. Пыталась сделать это на репетиции свадебной прически. И на своих ошибках, на каких-то своих промахах. Сегодня каждый желающий может обучиться искусству укладки, говорит Ольга. Получить образование можно в вузе, авторской школе или на специализированных курсах. Сегодня очень много курсов у нас на Украине открылось, на которых учат моделировать прически. Поэтому сейчас это несложно. И у меня такая школа. Я делюсь своими секретами, своими какими-то техниками, навыками. Я не боюсь фантазировать. Вот я говорю и своим девочкам, которых я сейчас обучаю. Красивая прическа тогда выглядит, когда ты частичку себя в нее вкладываешь. То есть свою фантазию. И вот когда я не боюсь этого, я перестала когда этого бояться. Потому что был период, когда я очень боялась, когда еще обучалась. Такому мастерству, рассказывает стилист, приходит учиться не только девушке. И не только с целью зарабатывать этим на жизнь. В ее практике преподавания были нестандартные случаи. Был один у меня очень интересный ученик. Сразу вот вспомнила. Мальчик позвонил мне, говорит, я бы хотела к вам записаться на курсы косичек. Но это для меня необычно. Я спрашиваю, говорю, вы парикмахер? Нет. Я хочу сделать своей невесте подарок на свадьбу. Я хочу ей сделать прическу. Ольга раскрыла секрет успешного парикмахера. Важно не просто сделать прическу красивой. Главное, чтобы она понравилась клиенту. Часто бывает это две большие разницы. И чтобы уметь их совмещать, мастер должен обладать еще одним талантом. Стилист – это психолог. Тонкий, очень тонкий. Стилист должен уметь слушать. Не говорить. Я встречаю многих парикмахеров, которые говорят, говорят, говорят. Нет, надо уметь услышать, что человек хочет. Не жизнь его, не историю, а каким он хочет себя видеть. А это бывает очень сложно, потому что человек, бывает, приходит, говорит, вы знаете, я не знаю, что я хочу. Может быть, какие-то картинки показать. Ну, это вот первое такое качество. Трудолюбие. Если ты ленивый, это профессия не для тебя. Очень многие думают, что я талантливая. Это не так, я не талантливая. Я просто очень много работала. Я много готовилась к соревнованиям. И благодаря этому приобрела какой-то опыт, какие-то навыки, какие-то свои техники могу теперь разрабатывать. У меня своя фантазия, свои подходы к прическе, подходы к клиенту. То есть вот благодаря большому труду. Это может показаться неожиданным, но кроме фантазии, старания и терпения, в мастерстве стилисту может помочь смелость. Готовность браться за самое сложное и необычное задание, неотъемлемое умение на пути к успеху, считает Ольга. У меня была одна невеста, она мне позвонила и говорит, Оля, вы знаете, в слезах, у меня свадьба, и я не могу найти парикмахера, у меня волосы по щиколотку. То есть практически по полу лежат. И очень густые, отказываются парикмахеры. А мне так было интересно. Говорю, вы знаете, я с удовольствием. Мы сделали с ней репетицию прически. Я говорю, ей понравилось, я говорю, вы мне, пожалуйста, потом отпишитесь, как мужу, жениху. И она мне пишет, а жених в восторге. Быстрее сделать прическу на более коротких. Вот что я могу сказать по скорости. А сложность, наоборот, интереснее работает длинными волосами. Сложных укладок за день Ольга могла сделать больше 10-15. За годы работы трудно точно подсчитать, сколько было всего. И все-таки признается, что и сейчас каждую новую укладку делает, как в первый раз. Я недавно была свидетельницей на свадьбе у подруги и провела весь день с ней в роли свидетельницы. И бегала еще парикмахером-визажистом. И в тот момент я впервые поняла, насколько важно, как держится прическа, как держится макияж, как выглядит невеста в течение всего дня. Не только, когда я ушла от невесты. Каким бы опытным и старательным ни был стилист, но в его практике всегда найдется хоть один клиент, который может остаться недовольным. Что делать в таком случае? Когда я начинала работать, было так, что я вот в день свадьбы делаю прическу, невеста переживает, волнуется, ей не нравится. Это может быть даже не потому, что я сделала плохо, ну или не значит это. Может быть действительно сделала плохо, потому что я училась. Я никогда не уходила от клиента, пока я не увидела, что человек доволен. Никогда. Основные тенденции причесок можно отследить в любом издании о стиле. Но мастер уверена, совершенно недостаточно просто следить за изменениями в моде. Для создания индивидуального и неповторимого образа нужно обращаться к профессионалу. Ведь только настоящий парикмахер посоветует, что подходит именно вам. Парикмахер на сегодня не просто должен постричь, он должен подобрать эту стрижку человеку, подобрать образ человеку. Потому что то, как выглядят наши волосы, отражает в какой-то степени наше внутреннее состояние. В прошлые годы в моде были волосы очень длинные, неестественно длинные. В этом году входит в моду натуральность, естественность. Такое веяние сейчас вообще в моде и в одежде, и во всем. Простота, легкость, натуральность. Хорошего мастера, признается Ольга, отличает еще одна черта. Он ваш помощник. И не только в салоне. Профессионал всегда поделится секретом, как создавать красоту своими руками в домашних условиях. Во-первых, если у вас есть дома лак, лак очень быстро впитывает остатки жира на волосах. Поэтому возьмите прядь у лица, любую, какая вам нравится. Сделайте разделение прежде на пробор, который вы любите. Возьмите прядь, пропрысните лаком, подчешите и подколите. Прядь, которая красиво уложена, даже одна. Она будет создавать впечатление ухоженного вида. Я думаю, это поможет. Ольга постоянно принимает участие в международных конкурсах, чтобы научиться новому у профессионалов со всего мира. Но парикмахер уверен, украинские мастера в чем-то уникальны. Мы такой народ, мы не сидим на месте. И очень многие трудолюбивые трудятся. В этом году украинка победила чемпионат мира, заняла первое место. Я горжусь этим. Мы показали себя на чемпионате мира. Поэтому это большой показатель, это большой рывок. Для нас. Пребрежение человека – зрелище завораживающее. А когда твоя работа делает людей красивыми, то ты по-настоящему счастливый человек. Уверена Ольга. Я понимаю, что я реализовала свои способности, свои возможности, свое творческое какое-то начало. Это радость. Я радуюсь. И это все видят. Я как ребенок. Начинаю фотографировать их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова